Самый значимый вопрос повестки дня – утверждение областного бюджета на будущие три года депутаты досконально разобрали на заседаниях постоянных комиссий, и поэтому по нему решение было принято единогласно. Областной бюджет на 2017 год с учетом поступлений и расходов составляет 405 миллиардов тенге. На образование направлено 37 миллиардов, на нужное здравоохранение выделено 13,5 миллиардов тенге. Необходимо отметить, что депутаты добились выделения 150 миллионов тенге на разработку ПСД нового здания онкологического диспансера в областном центре. Объем трансфертов, выделяемых городам и районам, увеличился с 88 миллиардов до 200 миллиардов тенге. Изменить цифру 28 миллиардов 584 миллиона, выделенных Махтаральскому району, на 28 миллиардов 693 миллиона, а также Пардабасинскому району 10 миллиардов 727 миллионов, изменить на 10 миллиардов 893 миллиона. Работу местной полицейской службы депутаты хоть и заслушали накануне на заседаниях постоянных комиссий, но оценили на неудовлетворительно. Однако прокурор области со своей стороны отметил, что при рассмотрении данного вопроса необходимо было учесть ряд требований законодательства. Руководитель местной полицейской службы, осознавая всю полноту ответственности возложенных на него обязанностей, может оценивать свою работу. О его работе могу судить я, руководитель ДВД, областной Аким и вышестоящее начальство. Но не вы. Кто-то из вас строитель, кто-то работает в сфере сельского хозяйства. Ведь проект закона создается государственными органами, и они контролируют его выполнение. Недавно были случаи, когда в районах депутаты посчитали, что могут оценить работу Акимов. Этого не следует делать. О новой структуре, созданной год назад, еще никто толком не знает. Даже президент страны не удовлетворен работой местной полицейской службы. Поэтому при принятии решений прошу вас взвесить все. Главный полицейский области Жанат Сулейменов, согласившись с замечаниями, высказанными депутатами, заверил, что координация работы по наведению общественного порядка и укрепление связи с населением будет пересмотрено. Но для этого необходима помощь от представительной и исполнительной власти. На укрепление материально-технической базы каждый год выделяются деньги. В других регионах с наименьшим числом населения выделяются 4-5 миллиардов тенге. На следующий год местной полицейской службе выделяется свыше 2 миллиардов тенге. Население Юга достигло 3 миллионов. Здания у местной полиции нет. Просим помощи. В завершении сессии Аким области поздравил всех с праздником 25-летия независимости страны. Пожелал успехов, единства и согласия. Он уверен, утвержденный главный документ позволит повысить благосостояние южан. Сегодня на сессии утвержден областной бюджет на будущие 3 года. Будет зано 68 жилых домов. На строительство 56 объектов выделено свыше 19 миллиардов тенге. На строительство 9 сети объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры направлено полмиллиарда. По газофикации населенных пунктов на реализацию 79 инвестпроектов предусмотрено свыше 13 миллиардов тенге. Депутаты избрали коллегу Сатара Куашбая председателем очередной девятой сессии областного маслихата. Шинар Уразова, Монтай Ульбеков, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании «Отрар».